Всем привет! Продолжаем рассматривать картины, изучать их. Я нашел описание картины Карла Брюлова «Явление Аврааму трех ангелов у дуба маврийского». Маврийский дуб, который растет на святой земле и упомянут в Библии, по-другому его называют дубом Авраама. Авраам получился величественным, но немного театрально наигранным. На нем болтается красный балдахин со всеможными складками, ангелы словно уставшие путники, которые присели перед трудной дорогой. Их образы светлые и чистые, сразу видно, что они небесные существа, которые не принадлежат нашему грешному миру. Это живое плотно, которое достойно уважения и восхищения. А вот из истории Бог избрал праведного Авраама, чтобы сохранить истинную веру через его потомство для всего человечества. Выделил его за послушание. Обещал громадное потомство, из которого родится обещанный первым людям спаситель мира, который благословит все народы мира. Авраам остался жить в земле Хананской. Поселился близ Хеврона, у Дубравы Мамры. Там, около дуба мамврийского, он раскинул свой шатер и устроил жертвенник Господу. Однажды в знойный день он сидел под тенью дуба у входа в свой шатер и видит, стоят против него три странника. Авраам любил принимать странников, он сразу же встал, побежал навстречу им, поклонился до земли, стал звать их к себе отдохнуть под деревом и подкрепиться к пищи. Странники зашли. Авраам омыл ноги, подал хлеб, тут же приготовленный его женой Сарой. Подал масло, молока, лучшего жареного теленка и стал угощать их. И сказали они ему, где Сара, жена твоя? Он ответил, да здесь, в шатре, и сказал один из них, через год я опять буду у тебя, и у Сары, жены твоей, будет сын. Сара, которая стояла у входа в шатер, слышала слова, она засмеялась при себе и подумала, мне ли иметь такое утешение, когда я уже составилась. Но странник сказал, зачем Сара засмеялась? Есть ли что-нибудь трудное для Господа? Назначенный срок я буду у тебя, и у Сары родится сын. Сара, конечно, испугалась, сказала, да я не смеялась, но он сказал ей, нет, ты засмеялась. Тогда Авраам понял, что перед ним не простые странники, а что с ним говорит сам Бог. Кстати, Аврааму в это время было 99 лет, а Саре 89. Вот такое описание картины, которую я нашел в интернете. Картины Карла Брюлова, явления Аврааму, трех ангелов у дуба Мамврийского. Все, всем пока, всем привет, до свидания, узнали что-то новое.